Департамент здравоохранения Москвы Человеческая кожа уникальна, во-первых, даже тем, что это самый крупный орган человека Она по своей площади занимает около двух квадратных метров Это во-первых Во-вторых, человеческая кожа включает в себя огромное количество механизмов защиты всего организма Человека в связи с тем, что помимо того, что это является его непосредственной оболочкой Она содержит в себе различные рецепторы, которые отвечают за тепло, за холод За чувствительность к прикосновениям, к тем или иным предметам То есть, скажем так, эти рецепторы позволяют человеку уберечь себя от неприятностей Ну, например, мы же, прикоснувшись к горячему чайнику, сразу же почувствуем ощущение тепла, жара, горячее ощущение Соответственно, отдернем руку, тем самым убережем себя от ожога Более того, кожа уникальна еще тем, что это достаточно серьезный орган обмена, который позволяет осуществлять терморегуляцию То есть, на холоде мы чувствуем, что кожа становится более, скажем так, бледной Для того, чтобы энергообмен сохранялся у человека А на жаре кожа выделяет большое количество пота через потовые железы Тем самым, испаряясь на поверхности кожи, пот приводит к ее охлаждению И уберегает нас от теплового воздействия внешней среды, негативного имеется в виду То есть, кожа является одним из самых важных органов наряду с такими, как сердце, печень, почки, головной мозг Более того, кожа, особенно если речь идет об каких-то изменениях на них Может давать сигналы о каких-либо изменениях, поражениях или заболеваниях внутренних органов Мы по тем или иным признакам, которые мы определяем на коже Можем предположить, какому специалисту следует направить пациента в той или иной ситуации То есть, образуется некая даже карта, по которой можно определить, какой орган человека сейчас болеет Ну, скажем так, есть симптомы внутренних заболеваний Они могут проявляться просто изменением внешнего вида кожи Ну, я вам приведу пример Например, недостаточность кислорода Это посинение носогубного треугольника Это акроцианоз, то есть, это посинение синюшности кончиков пальцев Недостаток кислорода Нарушение сердечно-сосудистой деятельности, соответственно, да Не хватает сил сердцу качать кровь по организму, тем самым обогащая организм кислородом Который идет с током крови Желтуха Понятно, что при поражении печени кожа желтеет Если есть румянец на лице Может быть, это здоровый румянец после мороза А может быть, это румянец, связанный с поражением сердца Ну, например, там, пролапсометрального клапана То есть, даже внешний вид кожи, он, ее цвет Может дать нам мысли по поводу того, что с пациентом не все в порядке В целом, в соматическом плане Ну, и даже, например, при эндокринных различных заболеваниях При гипотиреозе, да, когда она, недостаточная функция щитовидной железы Кожа бледная, дряблая В какой момент их можно диагностировать? Как человек на собственной коже может определить те или иные симптомы? Человек может предъявить жалобы Те или иные симптомы и как их трактовать Не являются ли они лишь только симптомами, а не самим заболеванием кожи Каким-либо определяет только врач-специалист-дерматолог Когда мы говорим об онкологических заболеваниях Чаще всего проявляются такие локализации, как рак молочной железы И легких, например Какое место в выявляемости и вообще в заболеваемости идет рак кожи? Рак кожи, то есть все в совокупности злокачественные новообразования кожи, опухоли Занимают первое место у лиц старше 60 лет Если мы говорим в целом о различных возрастных группах в совокупности То у женщин рак кожи занимает второе место после рака молочной железы А у мужчин третье место после рака простаты и рака бронхолевочной системы То есть достаточно частое явление? Ну, достаточно частое, как видите, явление Какие разработаны механизмы диагностики и дальнейшего лечения? Диагностики и лечения опухолей кожи Механизмы диагностики заключаются, конечно же, в первую очередь В осмотре самого пациента и установлении диагноза врачом-дерматовенерологом Для этого он использует не только глаза и собственные знания и опыт Также врач-дерматовенеролог использует и в ряде случаев Обязан использовать вспомогательные аппаратные методы Такие, как, например, дерматоскоп Это прибор, который позволяет многократно увеличивать поверхность кожи И более детально изучить структуру и внешний вид того или иного ее изменения Ну, в частности, если речь идет о новообразовании В первую очередь, меланоцитарном Меланоцитарное, значит, пигментное образование Нас больше всего беспокоит в этом плане Почему? Потому что меланома – самая страшная опухоль человека Наряду с нейроглиобластомой, опухолью головного мозга И, конечно же, изучение родинок, которые внешне иногда могут быть спокойными Но при использовании дерматоскопа мы можем увидеть некоторые нюансы, которые нас могут насторожить И в этой ситуации алгоритм такой Врач-дерматоинеролог подозревает наличие злокачественного новообразования на коже И направляет к онкологу Как раз поговорим подробнее о диагностике и о таком методе, как формирование паспорта кожи Расскажите об этом поподробнее В чем суть этого метода? Суть метода по составлению паспорта кожи заключается в, по большому счету, фотофиксации всех новообразований В первую очередь меланцитарного порядка, которые имеются в наличии у пациента То есть, если мы понимаем, что кожа это 2 метра квадратных в целом занимает площади То при помощи специального оборудования мы фиксируем все новообразования на всех участках кожного покрова пациента Которые запоминаются компьютером в виде фотоизображений И не только фото, но и дерматоскопических изображений То есть, метод дерматоскопии тоже здесь присутствует в этом плане И дальше каждый элемент имеет номер Ему присуждает операционная система Присуждает соответствующий порядковый номер 1, 2, 3, 4, 5 и так далее Все это есть на фото Все это можно увидеть на изображении кожи, которая имеется в базе компьютера И в дальнейшем мы можем отследить динамику этих изменений Изменений тех или иных новообразований на коже через некоторое время Ну, скажем, у нас есть пациенты, у которых очень большое количество новообразований пигментных В первую очередь речь идет о невусах, о родинках Ну, скажем, вот пациент, у которого более тысячи новообразований Он сам лично не сможет ни посчитать, ни тем более понять Произошло ли какое-то изменение или нет С той или иной роней стала она более темной Или она стала более выпуклой Или она стала на 1 мм шире Это все невозможно сделать пациенту глазами И, кстати, и врач затруднится это сделать при таком обилии родинок Поэтому соответствующее оборудование, оптическое, совмещенное с компьютерной серьезной программой операционной И искусственным интеллектом, он тоже помогает нам в этом плане, создавая второе мнение Осуществляется составление того самого паспорта кожи И мы имеем представление, сколько элементов, где они расположены В зависимости от порядка номера И произошло ли с ними какое-то изменение При повторном проведении этого исследования через, например, полгода или год То есть важна некая периодичность Если у человека много родинок, желательно проверяться чаще Да, если у человека много родинок То желательно показываться дерматологу хотя бы раз в год И в этом плане дерматолог еще и определит, как часто нужно обращаться Потому что бывает большое количество неусов и родинок Но они все являются исключительно доброкачественными в плане прогноза Но есть родинки, которые являются доброкачественными Но прогностически они потенциально могут нести в себе опасность перерождения в опухоль А вообще много родинок это сколько? Ну вот когда человеку понять, что у него количество уже настолько критично, что надо бы обратиться к врачу? Ну, конечно, все это индивидуально Много родинок, ну скажем так Если у человека в целом может быть больше 30 родинок У любого человека может быть больше 30 родинок это нормально 50 родинок это, ну так условно говоря тоже Они могут быть просто разными Может быть простой невус, может быть папилломатозный невус Может быть внутридермальный невус Он даже и не особо пигментный Таких родинок может достаточно много быть Но, конечно, если больше 100, около 100 То уже здесь требуют особое внимание Ближе к 100 количество родинок требует большого внимания к себе Бывают это люди, которые обращаются к нам С совсем минимальным количеством меланстарных невусов Или родинок, ну скажем там 10, 15 штук То есть вот я думаю, что около 50 это какое-то такое число От которого мы должны уже плюс-минус задумываться О том, что у пациента их уже становится много Какие еще виды заболеваний кожи распространены особенно сильно здесь, в России? Ну я бы не сказал, что в России есть какое-то сильное отличие от других стран По представительству тех или иных заболеваний кожи Пожалуй, наверное, они примерно те же Что и в Европе, и в Соединенных Штатах, и в других странах Но я могу сказать, что вот По заболеваемости меланомы, например Мы занимаем где-то средний такой уровень И есть страны, в которых эта заболеваемость достаточно серьезная И многократно превышающая нашу заболеваемость И в качестве примера я хотел бы вам привести Австралию Там, наверное, раз в десять чаще встречается меланома, чем в России Потому что этнические и генетические населения Австралии Это выходцы из северных территорий Это из Великобритании А климатическая зона там совершенно иная Там жаркий климат, солнце И поэтому меланомы там встречаются чаще Почему я об этом говорю? Потому что солнце является одним из важных факторов Солнечное излучение, инсоляция, ультрафиолет Один из важных факторов, который может спровоцировать развитие Злокачественных новообразований на коже И, как правило, как минимум базилиома и меланома Это те опухоли, которые однозначно провоцируются солнечными лучами То есть климатические характеристики тоже влияют серьезно на такие заболевания? Да, именно поэтому я и сказал, что поскольку Россия находится в целом в средней Климатической зоне такой То и заболеваемость здесь такая Примерно как в центральной Европе Скажем так И еще один важный момент Казалось бы, заболеваемость должна быть меланомой выше там, где больше солнечных лучей Но на самом деле заболеваемость меланомой, за исключением Австралии Я уже сказал, почему Заболеваемость меланомой выше, больше у людей, которые живут на северных территориях в последние годы Потому что они, проживая в северных частях нашей планеты Пользуются соляриями, ездят на курорты Стараются как можно больше загорать То есть компенсируя отсутствие солнца у себя Они пытаются восполнить этот недостаток на различных курортах И зонах отдыха, где много пляжей и много солнца То, к сожалению, у них кожа не готова к этому И поэтому заболеваемость у них выше А какие еще могут быть заболевания, кроме онкологических Которые сейчас под серьезным вниманием врачей Под серьезным вниманием врачей всегда находятся как минимум два хронических и распространенных заболевания Это псориаз и атопический драматит Они очень часто встречаются в практике драматолога Псориазом вообще болеет примерно 3% населения планеты Ну, если представить, что у нас проживает почти 8 миллиардов 7 миллиардов, по-моему, 800 миллионов сейчас у нас населения И 3% это миллионы людей Безусловно, это актуальная очень проблема Тем более, что, к сожалению, до сих пор не найдено способа излечения псориаза Есть многочисленные способы лечения псориаза и продления ремиссии То есть, того периода, когда на коже отсутствуют поражения псориатические И пациент внешне абсолютно здоров в человек Но рано или поздно возможен рецидив И заболевание возвращается вновь Что касается атопического драматита То атопический драматит, ну, кто не знает, что такое диатез Диатез у детей По большому счету, вот этот диатез, так называемый Это первый сигнал, это первый симптом Или первое проявление атопического драматита будущего И атопический драматит не всю жизнь сопровождает наших пациентов В отличие от псориаза он может пройти И, как правило, если он начался в детском, особенно в раннем детском возрасте Он может пройти и в пубертатном периоде, и после 20 лет Ну, и до 30 лет, как правило, больных атопическим драматитом Становится все меньше и меньше Но у атопического драматита есть еще один такой существенный и неприятный аспект Атопический драматит нередко сочетается с бронхиальной астмой Именно поэтому драматологи очень часто в смежном плане Сотрудничают с врачами, аллергологами, иммунологами, с пульмонологами Решают эту проблему сообща Мы занимаемся кожей, а коллеги занимаются, соответственно, вопросами лечения бронхиальной астмы Поговорим о задачах, которые привнесла нам пандемия COVID-19 Насколько мне известно, вы автор первой классификации подобных кожных образований Связанных с коронавирусной инфекцией Расскажите об этом поподробнее, как она формировалась и что известно на сегодняшний день Да, вот уже полтора года прошло с того момента Как мы предложили классификацию кожных поражений при коронавирусной инфекции COVID-19 Она была опубликована сначала в электронном версии в июле 2020 года В августе вышла бумажная версия журнала International Journal of Dermatology Международный журнал дерматологии Что нас подтолкнуло к созданию этой классификации Кстати, она действительно была первой И сейчас уже есть много других предложений по классифицированию тех или иных изменений кожи при коронавирусной инфекции Я недавно смотрел британскую классификацию По большому счету мало чем отличается от того, что мы предложили Поэтому надо сказать, что она оказалась вполне удачной И поводом послужило опубликация другими авторами просто наблюдений, кейсов, случаев И наши наблюдения, естественно, в совокупности Мы впервые увидели где-то в марте, наверное, 2020 года Интересный материал, который вышел тоже в электронной версии Это фотографии больных коронавирусной инфекции, у которых были кожные поражения И этот атлас, так назовем его, был подготовлен испанскими врачами Драматологами-терапевтами Там было 375 наблюдений И были указаны те или иные изменения, которые присутствовали у больных Мы тоже наблюдали подобные же случаи И видели у наших больных изменения на коже Но что они из себя представляют И по сути причины их возникновения Группы клинические, то есть внешние На какие группы заболеваний можно их разделить Вот это была работа проведена нами в течение весны 2020 года И к лету мы предложили уже свое видение И представили 7 групп заболеваний Ну, надо сказать, одно из самых главных и ключевых Которые мы обращали внимание Это ангииты кожи То есть воскулиты, еще их называют То есть сосудистые воспалительные поражения нижних конечностей И верхних конечностей тоже иногда И по большому счету ангиит Это поражение в своей сути Это поражение воспалительное Сосудистой стенки Встречается также и при поражении легких Эндотелий альвеолярный поражается При поражении легких Эндотелий сосудистый поражается При поражении, при ангиитах кожи То есть патогенетически, то есть по механизмам развития Это схожие процессы И поэтому ангииты кожи мы встречали чаще Но в структуре поражений кожи и при ковид Они не самые распространенные поражения кожи Дело в том, что ангииты мы встречали чаще По той простой причине Что именно это заболевание Наблюдается в стационарах В амбулаторных условиях При легком течении коронавирусной инфекции Встречаются другие поражения Ну например, те же самые ковидные пальцы А что такое ковидные пальцы? Это покраснение тоже Акральных, то есть Скажем так, кончиков пальцев Ну половина пальца Покраснение, небольшая болезненность Воспаление Это абортивная, то есть такая Неразвившаяся форма ангиита по сути На самом деле То есть заболевание протекает легко Не так тяжело Есть ковидные пальцы Но дальше дело не идет Но если заболевание становится Основное, да, коронавирусная инфекция Становится тяжелее Поражаются легкие Высокая температурная реакция Общее состояние тяжелое То и поражение кожи Тоже прогрессирует в этом плане Если оно появилось И ангииты тяжелые Наблюдались в стационарах Мы наблюдали также крапивницу Также мы наблюдали розовый лишай Который включен в эту классификацию Я ее, наверное, сейчас подробно не буду Рассказывать, потому что Это, наверное, было бы отдельным лекцией Либо отдельным разговором В целом, как бы, с ней можно ознакомиться Она есть в доступе Так вот, если говорить о поражениях кожи При коронавирусной инфекции В целом, как часто это встречается Часто задают этот же вопрос Вы в каком проценте случаев Видите поражение кожи при коронавирусной инфекции Я могу, сказать, ознакомиться с данными литературы Потому что для того, чтобы сделать такой вывод На отдельно взятом учреждении Это будет, ну, не глобальный вывод Это будет просто статистика по данной медицинской организации Поэтому проводят соответствующие эпидемиологические исследования Когда много-много центровых, много-много данных Собираются на большом количестве материала Имеется в виду данных, которые поступают из медучреждений И вот кожные поражения встречаются примерно в 6% Ну, 6% больных А замечаете ли вы последствия коронавирусной инфекции В виде кожных заболеваний И каких-то таких проявлений, осложнений, возможно? Да, я наблюдал несколько больных Ну, достаточно много больных Которые обращались ко мне После перенесенной коронавирусной инфекции Конечно, есть латинская пословица известная Я ее на русском языке сейчас скажу После не значит следствие То есть обращались пациенты, у которых были ангииты Легкого течения ангииты на коже Которые возникли через 2 месяца После перенесенной коронавирусной инфекции Связано ли это напрямую с коронавирусной инфекцией? Сложно сказать Но возникло все-таки после Да, это да Доказать сложно Но есть однозначные проявления Коронавирусной инфекции После того, как она уже была излечена То есть сигнал о том, что больной перенес ее Это постковидная лапеция Постковидное выпадение волос То есть после того, как человек уже выздоровел Уже приступил к работе Прошло 6-7 или даже 8 недель До 12 недель может пройти И вдруг возникает диффузное выпадение волос Причем такое, что люди теряют до 40% То 50% волос на голове И это, конечно, становится заметным Это становится ощутимым внутренним дискомфортом Если речь идет о женщине И таких пациентов мы видим все чаще и чаще Потому что пандемия так или иначе идет Много, большое количество излеченных больных Несмотря на то, что излечение произошло Вот такой симптом в виде выпадения волос Является последствием перенесенного заболевания А как-то можно обратить этот процесс вспять? Или уже потребуется действительно большая помощь этому человеку В виде пересадки волос или чего-то такого? Нет, конечно, никакая пересадка волос не потребуется Дело в том, что в чем суть этого процесса Почему это происходит? Ну, во-первых, я хочу успокоить всех Кто оказался жертвой этих обстоятельств Потому что таких людей очень много сейчас Примерно 35%, одна треть, может быть, даже больше Лиц, которые перенесли коронавирусную инфекцию Страдают от этой проблемы Это так называемая телогеновая аллопиция Телогеновая, то есть у нас волос находится в фазе анагена роста И фазе телогена выпадения Так вот, в фазе анагена роста у нас на голове обычно 80% волос А остальные 20% в фазе телогена Здесь эта пропорция меняется И получается, что очень мы видим большой процент волос Которые находятся в фазе выпадения То есть не роста, а они перестают расти А просто начинают выпадать Почему это происходит? Ну, много разных мнений, дискуссий Мы все это обсуждаем И, в общем-то, я много мнений зарубежно слышал О прямом воздействии вируса на волосяной фолликул Якобы, вирус воздействует на волосяной фолликул, поэтому волос выпадает Есть мнение, что это какие-то медиаторы воспаления приводят к этому Цитокины, интерлекины и так далее Но на самом деле, вы знаете, в нашем центре мы провели серьезные научные исследования Которые посвящены этой проблеме И заключалось оно в том, что мы у наших пациентов делали биопсию То есть мы взяли фрагмент кожи в волосистой части головы При их согласии, безусловно И исследовали гистологически, то есть помощью микроскопа Что происходит с волосяным фолликулом И что происходит с клеточным составом вокруг волосяного фолликула С тканями и так далее Так вот, на самом деле, ничего особенного там мы не нашли То есть мы не нашли какого-то серьезного инфильтрата Который сдавливал бы волосяной фолликул Мы не нашли там невоскулита, который бы, допустим, воспаленный сосуд Нарушает питание волоса, и поэтому он выпадает По большому счету мы увидели лишь большое количество волос В фазе телогена выпадения И в целом структура кожи была абсолютно нормальная Это говорит о том, что, скорее всего, выпадение волос происходило Та фаза, когда они перестали расти Происходила в фазе стресса И стресс являлся одним из самых ключевых факторов Определяющих выпадение волос у больных коронавирусной инфекцией Дело в том, что волос, он покидает свой фолликул волосяной И сразу, через какое-то время Именно поэтому не в момент заболевания Или это происходит Это происходит через какое-то время, как я уже сказал, даже через несколько недель То есть волос, он покидает Фолликул не сразу И стресс, он же двойной Если мы говорим о телогеновой лапиции Не связанной с коронавирусной инфекцией То она, как правило, тоже возникает на фоне стресса Особенно часто на фоне острых инфекционных заболеваний И в этом плане здесь все совпадает Как минимум, пациент, человек, который получает результат И видит, что у него написано ПЦР-тест на ковид положительный Он уже испытывает определенный шок Потому что он не знает, что будет дальше с ним Как его организм будет реагировать на эту инфекцию А если у него есть сахарный диабет Если у него есть гипертоническая болезнь Он прекрасно понимает, что у него есть факторы Которые могут повлечь И не совсем легкое течение этого заболевания А что с легкими И так далее Человек находится вначале в остром стрессе А потом он находится в стрессе Вообще, плюс у него еще есть острая инфекция Конечно, все это вместе В совокупности определяет Причину, почему волосы выпадают Врачи всегда напоминают нам о том Как важна профилактика Если мы говорим о кожных заболеваниях Какова профилактика в данном случае? Профилактика, в общем-то, заболеваний кожи И любых проблем, которые с ним могут быть связаны Мало чем отличается от общегигиенических рекомендаций Как говорят, мойте руки перед едой На самом деле Есть определенные приемы, которые Необходимо соблюдать Лицам со склонностями Например, к сухости Кожи Если кожа склонна к сухости То не надо Злоупотреблять водными процедурами Потому что вода В конечном итоге Она потом сушит кожу Она смывает водно-липидную манчу с кожи Водно-липидная мантия Это специальная пленка Которая присутствует на коже Защищая ее тоже от внешних различных воздействий В том числе и от бактериальных и вирусных агентов Поэтому кожу нужно, во-первых, увлажнять Существуют так называемые эмалиенты Средства, которые увлажняют кожу сухую Поэтому если у пациента склонность к сухости То зимой эта сухость может усилиться Нужно перед выходом на улицу Нанести увлажняющий крем Питательный увлажняющий крем Но это делать нужно не непосредственно Перед выходом на улицу А минут за 20-30 до Почему? Потому что любой крем содержит воду И если мы выйдем на мороз Смазав только-только-только что Кремом эту кожу То вода в креме начнет замерзать Тем самым вызовет дополнительные неприятности На коже вследствие этого обстоятельства Еще методы профилактики Если мы говорим о профилактике старения кожи Этого, наверное, важно будет женщинам знать Все хотят выглядеть молодыми И, значит, внешне И, соответственно, здоровыми Старение кожи усугубляется солнечными лучами Существует такой термин Солнечная геродермия То есть старение кожи под воздействием солнца Или фотостарение Дело в том, что ультрафиолетовые лучи Не только провоцируют образование Каких-либо новообразований на коже Но, кроме того, они негативно влияют На эластические волокна кожи Эластика, то есть упругость Тургер кожи Это один из важных факторов Которые определяют ее внешний вид Гладкая эластичная кожа Это признак молодости Если кожа дряблая и морщинистая Понятно, что речь идет уже Об ее инволюционных, то есть возрастных изменениях Так вот, солнце, к сожалению, способствует Ускорению этих изменений То есть стараться на солнце не выходить? Стараться как минимум пользоваться Фотозащитными средствами Перед выходом на солнце